МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Обращение с отходами обсудили в администрации на заседании рабочей группы. Море грязи и адреналин – все это испытали на себе участники гонки «Бешеный бобер». В Архангельске задержали подозреваемого в убийстве молодой девушки. Начнем выпуск с главной темы этой недели – празднование 115-летнего юбилея нашего прославленного земляка, адмирала флота Советского Союза Николая Герасимовича Кузнецова. О том, какие мероприятия запланированы в Котласе и в районе в честь дня его рождения 24 июля, говорили на заседании Организационного комитета в областном центре. В рамках режима видеоконференции к нему присоединились муниципальные образования, где пройдут разные мероприятия. Участники заседания обсудили вопросы проведения торжества. Как рассказал сегодня на еженедельной планерке глава города Андрей Бральнин, город активно готовится к празднованию этой знаменательной даты. На этой неделе большие мероприятия будут проходить в городе Котласе и Котласском районе, посвященное 115-летию с дня рождения Николая Герасимовича Кузнецова. Мы ожидаем гостей, которые к нам прибудут из города Архангельска и из других территорий. Поэтому будем готовиться. А теперь о торжественных мероприятиях, что пройдут в Котласе в честь 115-летия адмирала флота Советского Союза Николая Герасимовича Кузнецова. Празднования, посвященные этой значимой дате, пройдут в Котласе и на родине Кузнецова в деревне Медведки Котласского района два дня. В пятницу 26 июля в городском центре дополнительного образования запланирован премьерный показ фильмов «Адмирал Кузнецов. Флотоводец. Победы» и «Несломленный адмирал». Начало в 14 часов. Затем в 15 часов в 30 минут состоится торжественная линейка памяти «Убьюста Кузнецова» и возложение цветов к мемориальной доске Героя Советского Союза. Далее в 16.30 в школе искусств «Гамма» начнется торжественный вечер-концерт «Салютуем тебе, адмирал». Здесь же будет работать филателлистическая выставка Валерия Салдина «Судьба беспокойная, как море». Ну а 27 июля с 10 до 17 часов праздничные мероприятия, посвященные 115-летию адмирала флота Советского Союза, героя Советского Союза Николая Герасимовича Кузнецова, пройдут в деревне Медведки Котласского района. К другим темам. Проект новой территориальной схемы обращения с отходами обсудили в администрации на заседании рабочей группы. На встречу были приглашены представители крупных предприятий и учреждений города. Подробности у Аллы Лайковой. Общественное обсуждение нового проекта территориальной схемы обращения с отходами в Архангельской области началось 8 июля, после ее размещения на сайте правительства Архангельской области. До грядущего четверга Министерство природных ресурсов принимает предложения по проекту. Например, пока плохо понятен вопрос с формированием тарифа за вывоз ТКО. И это власти города намерены отразить в перечне замечаний к схеме. Грубо говоря, если человек живет в населенном пункте, например, в Ичугодском, 13 тысяч человек, то если, допустим, в соседнем, в Приводино, в том же, тоже многоквартирном доме, то почему-то разница будет уже в нормативах. Плюс большая разница между многоквартирным жилым домом и индивидуальным жилым домом. То есть 2,77 и 1,76. Она вообще непонятна даже логика. Говорили на заседании и о несанкционированных свалках, которые смердят в разных уголках города. По словам чиновников, с приходом регионального оператора проблема решится. Кстати, дополнительно в Котласе будет оборудовано 45 контейнерных площадок. Их места были определены в том числе и с учетом мнения горожан. У нас же большая работа была проведена весной. Проводились встречи по микрорайонам в частном секторе с жителями. Были определены места, чтобы и удобно носить было, ну и, соответственно, вывозить. И мы, значит, с вами весной еще заложили 3 миллиона рублей на строительство этих 45 площадок. Кроме того, мы сейчас, буквально в июле проходил конкурс, мы еще заявились в область. И нам область сейчас выделит 1 миллион 900 тоже на строительство площадок. Единственное, мы их пока не строим, потому что было непонятно с вхождением регионального оператора. Раздельный сбор мусора в частном секторе и многоквартирных домах – еще одна тема, которую обсудили на заседании рабочей группы. По проекту терсхемы сначала система будет внедряться в пяти пилотных городах области, в том числе и Котласе. А значит, в течение года должна быть создана соответствующая инфраструктура. Правда, кто должен заниматься оборудованием контейнерных площадок в жилых микрорайонах, органы местного самоуправления или региональный оператор, в терсхеме не обозначено. Если мы, допустим, будем настаивать и требовать от регионального оператора, что там, давайте там, не знаю, все дворы заставим двумя типами контейнеров, это как бы одна история, и мы давайте в этом направлении двигаться. Мы готовы это делать и заставлять его. Потому что, я думаю, нас правительство в области тоже поддержит. Кстати, работа по разделению мусора в Котласе уже началась. Первым делом у администрации установили контейнер для батареек и ламп накаливания. Также в муниципальных предприятиях установлены контейнеры для бумаги и пластика. Следующий этап – поставить аналогичные боксы в муниципальных учреждениях, образование, спорта, культуры. Темой прониклись и предприниматели, и мусоросортировкой занимается у торговых центров «Адмирал» Семеновский и «Темп». Некоторые горожане в подъездах ставят коробки под макулатуру, пластик, батарейки. Старший по подъезду, ну или по дому, значит, весят объявление и говорят, уважаемые жильцы, внизу стоит под лестницей коробка. Вот у вас там куча этих всяких газет формируется, там своих бумажных отходов. Вы складываете туда, я на эти деньги, вам будут цветочки садить и, значит, еще и зарплату получать. И тогда не нужен никакой там контейнер дополнительный, который зимой будет весь сырой, вся эта макулатура сырая. Таким образом будут зарабатываться деньги. Экоактивисты, присутствовавшие на заседании, предложили установку контейнеров для раздельного сбора мусора запланировать по годам, чтобы это было системно. А еще, по их мнению, неплохо было бы поставить контейнеры для пищевых отходов. В Финляндии, например, из них делают удобрения. У нас ведь раньше в Советском Союзе собирали пищевые отходы, на свиноферму забирали еще куда-то. Почему бы сейчас это не возобновить этот хороший советский опыт? У нас, я думаю, найдется какую-то площадку, не знаю, объявить конкурс, предложить предпринимателям заняться именно биологическими отходами, пищевыми. Давайте мы следующим этапом, когда разберемся с сухими отходами, потом следующим этапом будем уже с жидкими разбираться. На заседании были приглашены представители крупных предприятий. Например, железнодорожники рассказали, что до 1 августа на всех предприятиях территориального управления должны появиться контейнеры под бумагу и пластик. Также, по мнению Андрея Брагнина, раздельный сбор должны внедрять не только муниципальные и ведомственные, но и областные учреждения. Тему раздельного сбора мусора в Котласе обсудят еще не раз. Для этого планируется провести встречи с населением во всех микрорайонах города. Продолжаем. Награды за героический поступок спасения утопающего на Вычье, где получили северодвинец Михаил Егоров и житель Коряжмы Олег Разумов. Эти молодые люди оказались в нужное время в нужном месте и помогли предотвратить трагедию, рассказывает Виктория Кевишес. Олег Сергеевич, Михаил Евгеньевич, от лица всего коллектива Коряжевской службы спасения, я себя лично хотим поблагодарить вас за смелость, высокую гражданскую позицию, проявленную при спасении утопающих на реке Вычье, 18 июня 2019 года. Пожелать, наверное, можно только крепкого здоровья, не терять силу духа. Сегодня утренняя передача смены в службе спасения проходит в необычной обстановке. Награды здесь вручают нечасто, но сейчас именно тот случай. Благодаря помощи этих молодых мужчин в среду на Вычье, где удалось избежать беды. Хотя для Олега Разумова, по его признанию, поступок не был чем-то героическим. Сидели на лодочной, закричали, помогите-то, ну, в лодку сел, доехал. Второй участник событий Михаил Егоров, он, приехав в Коряжму в гости из Северодвинска, отдыхая в семейном кругу, никак не предполагал, что ему придется участвовать в спасении утопающего. Увидели, что молодой человек решил переплыть протоку на остров. Где-то на середине протоки у него силы стали покидать. Он уже попросил помощи, пытался обратно вернуться. Его подхватило течением, поднесло в сторону Северной Двины. Ну, и я тоже туда бросился. Доплыв до него, ну, начал ему давать команды, такие, чтобы он мог держаться на плаву, и, соответственно, тянул его в сторону берега. Врулили. Я так понял, на крик услышали спасатели, и еще вот мужчина, Олег, там, на лодке подъехал. Первый подъехал Олег, он забрал утопающего. Офиксально на вычек, где купание запрещено. Но на акватории ведется ежедневное патрулирование с 10 до 18 часов. Инцидент произошел уже после того, как в районе пляжа закончилось дежурство спасателей. Я весь день с 9 до 6 находился на пляже, дежурил. В 6 часов сменился, задержался на работе. Дежурный позвонил на телефон, сказал, что мужчина тянет по течению. Ну, собрался, выехал, подъехал. Пострадавшего уже как бы в лодку посадили. Ну, и я спасателя мужчину к себе в лодку посадил. Пострадавший молодой человек, известно, что ему 18 лет, пьян не был, от медицинской помощи отказался. Все понимают, что произошедшее на пляже в этот день – счастливый случай. Спасатели в очередной раз предупреждают – купание может быть смертельно опасным. Это зверское преступление потрясло, наверное, всех жителей области. Юная красавица, жительница Новодвинска, не вернулась домой после очередного урока вождения. В течение нескольких дней ее разыскивали и полиция, и волонтеры. Возможно, именно этот человек, инструктор одной из областных автошкол, убил 20-летнюю жительницу Новодвинска, которую последний раз видели 15 июля. Информация о ее пропаже была размещена во всех местных соцсетях, а спустя три дня поисков ее нашли зверски убитой в Канаве на Талашком шоссе в Архангельске. По данному факту, следственными органами Следственного комитета по Архангельской области возбуждено уголовное дело под статьей убийства. Почти сразу после этого, по подозрению в совершении преступления, был задержан 49-летний инструктор автошколы, в которой проходило обучение разыскиваемое. Он дал признательные показания. По версии областного следственного комитета, вечером 15 июля после урока по вождению в помещении автошколы в округе Варавино-Фактория города Архангельска, подозреваемый, находясь в состоянии опьянения после отказа девушки познакомиться с ним поближе, задушил ее подручным предметом, завернул тело в ткань, вывез на автомобили на участок местности на Талашском шоссе, где предпринял меры к уничтожению улик путем поджога. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Пока идет следствие, подозреваемый будет находиться под стражей. За убийство ему грозит до 15 лет лишения свободы. Горели не только глаза, но и сцепления. Именно это происходило в минувшую субботу на очередной трофегонке среди внедорожников «Бешеный бобер» в районе Новой Ветки. Очевидцем ухабистых и порой очень грязных испытаний, которые довелось преодолеть участникам гонки, стала моя коллега Светлана Свинобой. Название кольцевых автогонок «Бешеный бобер» организаторы придумали пять лет назад, когда сами участвовали в одном из загородных трофи-рейдов. Тогда их машина угодила в яму, которую вырыли бобры под дорогой. Яма эта была глубиной не меньше метра. Пока ребята вытаскивали свою машину, их дружно поддерживали зрители, подшучивали, что, мол, явно бобер был бешеным, раз вырыл столь глубокую яму. Фестиваль «Бешеный бобер» проводится уже пятый год. Основным организатором стал котловский внедорожный клуб «Прайд» при поддержке ДСАФ России. Котлов становится центром развития технических видов спорта. И мы являемся поддержкой, опорой и организаторами этих видов спорта. ДСАФ всегда славился с 1927 года с образованием этим видом спорта. В Котловсе мы занимаемся уже пятый год этим «Бешеным бобром». В этом году, по словам организаторов, заявилось около 20 участников, от мала до велика. Начался фестиваль с детского заезда на квадроциклах. Кто-то участвовал впервые, для кого-то трасса была уже как родная. Далее эстафету взяли взрослые и началось самое интересное. Готовить трассу для автогонок организаторы начали заранее, качали воду из соседнего озера. Но накануне вечером погода все-таки вмешалась и порядком добавила воды. Как результат, глубокие ямы с водой, а это для внедорожников самое то. Алексей Белых – постоянный участник автогонок по бездорожью. Его машина принимала участие в категории «Стандарт». Он поделился своими эмоциями от экстремальной поездки. «Наверное, просто выброс адреналина и все, больше ничего. По городу здесь тихо, спокойно, а здесь выброс адреналина, жар, все, грязь и все, больше ничего». «Машину нужно как-то специально ведь готовить?» «Ну, машина специально не подготовлена, только куплены другие колеса. И в основном все стандартное. Стоит двигатель, коробка, раздатка, ничего не переделано. Ничего не сделано, такого глобального, никаких изменений нет. Может быть, машина стандартной комплектации». Алексей признался, что занимается этим экстремальным видом спорта уже 10 лет. За это время образовался настоящий клуб единомышленников, которые помогают друг другу готовить автомобиль к гонкам. После машин в гонке «Стандарт» на трассу вышла категория подготовленных авто. Вперед вырвалась «Волга», в то время как соперники забуксовали. Участники и зрители активно помогали вытаскивать застрявшие автокары. Владимир Петериков и Егор Наумов успешно прошли трассу в своей категории. «Мужчине 53 года, она уже не молодая, и пришлось все разобрать, перебрать. Мосты перебирали, все это, колеса другие уже ставят, подвеска дорабатывается, мотор, там система охлаждения, вот воздухозаборник, чтобы вода не попадала, ну, мотор не попала». «Что вы вообще испытываете, когда проходите трассу?» «Стремимся к победе, а так отдых, отдыхаем просто таким образом, кто где, кто на рыбалке, а мы здесь, в грязи, купаемся как дети». При наличии энтузиастов авто и мотоспорта, а также техники, основной задачей подобных мероприятий является наличие судей. По словам организаторов, получив профессиональную оценку, участники смогут получить разряды и квалификацию. Следующая гонка запланирована на 10 августа в бывшем гарнизоне воинской части Саватия. Организаторы ждут в гости профессиональных гонщиков северо-запада. На этом у меня все. Далее вас ждет небольшой блок полезной потребительской информации, прогноз погоды и афиша культурных мероприятий. Плодотворной вам рабочей недели. Увидимся! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 25 и 26 июля в Котловском дворце культуры и 29 июля в село Шипицыно состоится Кировская меховая выставка-продажа. ОСАГО! ОСАГО! Компания ОСАГО Центр. Официальный представитель страховых компаний в Котласе. Оформление за 15 минут со всеми скидками, без дополнительных страховок и комиссий. ОСАГО Центр в Котласе. Торговый центр «Кристалл. Первый этаж». В сети шикарные двери акция. Две двери покупаешь, третью в подарок получаешь. Не пропустите глобальную распродажу. Шикарные двери в Котласе на Толстого 2, Маяковского 44, в ТЦ Южный, в Коряжме, на Дыбцена 2. Открывайте с любовью! Чай или кофе? Ммм, домашняя сдоба, булочная. Место теплых встреч. Котлас, Маяковского 23. Здравствуйте! С вами Кристина Реонтьева и я расскажу вам о погоде на вторник, 23 июля. Спонсор нашего метеовыпуска – Супермаркет Адмирал. Выгодные покупки каждый день. Хотите сэкономить на покупках? Тогда вам Супермаркет Адмирал. На акции продукции от Стрелы – сардельки подкопченые, сосиски архангельские, сервелат мускатный, колбаса двинская и буженина. Из новинок попробуйте пельмени отборные из говядины, котлеты 3 мяса и фарш для бифштексов. Бюджетная цена на набор для ухи из форели. Упаковка – 80,90. И набор для бульона из свинины «Вятская губерния» – килограмм 29,40. Для гарнира возьмите гавайскую овощную смесь 4 сезона или рагу. Выручит дороги лапша «Ролтон». Упаковка – 12,90. До среды батон сельский, нарезной всего 26,20. Любите печь? Маргарин, сливочник по 12,80. Отлично подойдет для пирожков со сдобной корочкой. Выгодная покупка – чай «Лисма». Упаковка из 100 пакетов меньше 100 рублей. Супермаркет Адмирал. Выгодные покупки каждый день. Во вторник, 23 июля, в Котласе будет облачная с прояснениями погода. Возможен дождь. Температура воздуха днем до плюс 21 градуса. Ветер западный – 1 метр в секунду. Атмосферное давление в норме. А у меня на сегодня все. Увидимся на телеканале Котлас ТВ. Истинная любовь способна изменить их жизни навсегда. Если ты хочешь, чтобы мы были вместе, приезжай в Петербург и найди меня. До скорой встречи. В кино с 25 июля. Сеть супермаркетов ООО «Восход» в городе Котлас приглашает на работу продавцов и кассиров. Оформление по Трудовому кодексу Российской Федерации. Обращаться в будни с 9 до 17 часов по телефону 247 53 или по адресу Урицкого 10 в отдел кадров.